Глава ОКР заверил в участии сборной России в Олимпиаде 2020. Сборная России будет участвовать в Олимпийских играх 2020, оснований для опасений по поводу ее возможного отстранения нет. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России, ОКР, Станислав Позняков на заседании Исполнительного совета Ассоциации национальных олимпийских комитетов 22 января. Сейчас время от времени появляется информация о том, что участие нашей олимпийской команды в играх в Японии находится под вопросом из-за неких потенциально возможных новых санкций. Считаю, что оснований для такого рода опасений сейчас нет, приводит слова Познякова с сайта ОКР. Президент комитета добавил, что после жестких дисциплинарных мер перед Олимпиадой 2018 КОКР нет никаких вопросов ни у Мака, ни у УАДА, а взаимодействия между организациями носят конструктивный характер. Кому это? Русада избежала повторного отстранения, но передышка будет недолгой до 30 июня. Российская сторона должна выполнять еще одно условие для сохранения статуса антидопингового агентства. Также Позняков поприветствовал решение. От 22 января оставит неизменным статус Русада, без применения санкций и лишения соответствия Кодексу Международной Организации. В рамках второго этапа восстановления российского агентства каждые две недели в «УАДА» будут поступать отчеты о перепроверке проб спортсменов из РФ. Обновленному Русада доверяют, работа организации получает высокие оценки зарубежных коллег. «Для нас это хороший знак», — сказал президент ОКР, отметив, усилия страны по реформированию антидопинговой системы были высоко оценены. В 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Мокларина Русада было лишено аккредитации. 20 сентября 2018 года исполком «УАРА» проголосовал за его восстановление в правах. Ранее в январе гендиректор Русада Юрий Ганус направил письмо в исполком «УАРА» с просьбой подтвердить соответствие агентства Всемирному антидопинговому кодексу. Он отметил, что в 2018 году агентство стало качественно другим, разделяющим ценности чистого спорта, международного антидопингового движения и руководствующимся международными антидопинговыми нормами и национальными интересами, среди которых центральную роль занимает защита интересов чистых спортсменов.